МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Костырев на форуме сельской молодежи Прикамья был уже в пятый раз. Говорит, что за все эти годы получил огромное количество полезной и прикладной информации по вопросам ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства. Планирует в перспективе открыть свое дело. По его мнению, участие в форуме – это прекрасная возможность изучить эту отрасль изнутри. Задать вопросы начальникам предприятия, узнать, как они начинали, с чего начинали, как нужно развивать свою идею, как ее продвигать и как ее реализовать в какое-то успешное дело. А вот для Кристины Сароваровой этот форум первый. Учится она в Пермском государственном аграрно-технологическом университете. На форуме хочет узнать, какие могут быть перспективы непосредственно у ее будущей профессии. Я учусь на инженера-технолога пешевой промышленности. Мне интересно послушать специфику моей профессии, куда мне дальше идти и как я могу себя реализовать. Форум проводился в три дня и начался с торжественного открытия и концерта во Дворце молодежи. С приветственным словом к участникам форума обратился руководитель Пермского отделения Россельхозбанка Сергей Литвиненко. Вы действительно можете в ближайшем будущем получить и для себя, и для страны, и для вашей семьи, соответственно, определенные существенные выгоды. Это если совсем кратко. Поэтому ровно тем, чем вы сегодня здесь занимаетесь и чем будете заниматься в ближайшее время, я думаю, не заставит себя ждать и даст определенные плоды. Основной блок образовательных встреч по шести направлениям состоялся 2 ноября на базе Пермского государственного аграрно-технологического университета. Особое внимание было уделено именно практическим сторонам вопросов. Некоторые занятия так вообще были похожи на компьютерные игры. С помощью вот такого достаточно увлекательного симулятора можно обучиться управлять беспилотным летательным аппаратом. Это может быть самолет, квадрокоптер или вертолет. Достаточно реалистичная вся эта история. И самое главное, что ни одна реальная машина при обучении не пострадает. Полетели. Полетать на таком симуляторе мог каждый желающий. Некоторые из начинающих летчиков видят вполне реальное практическое применение беспилотной техники в аграрном бизнесе. У нас свой небольшой колхоз, то есть весь свои поля, своя техника, свое производство. Мы производим зерно и на продажу его. Беспилотники можно использовать, чтобы следить за той же урожайностью, за внесением удобрений, например. Они бы у нас нашли применение, потому что у нас полей много и не ко всем к ним всегда есть доступ. Применение цифровых технологий – это современный тренд в развитии сельхозпромышленности. Мы переходим с аналога на цифру. В аграре используют электронные помощники. Это что такое? Это приборы электронные специальные и программные продукты, где можно удаленно следить за состоянием растений, состоянием техники, состоянием животных, экономика, вся там завязанная предприятие, и проводить съемку данных, загружать их также дистанционно и принимать управленческие решения более быстро, качественно и оперативно. Если кому-то дроны помогут наблюдать за урожаем и скотом, то есть и те, кому они могут помочь быстро и правильно определить перспективы использования того или иного земельного участка. Мы смотрим… Я затоплю вот. Может, типа, на вилл можно расположить. Давайте с самого начала. Что это такое? Это снимки с помощью препарата, аппарата, который… С беспилотника. Прекрасно. Да, с беспилотника на высоте 200 метров. И нам надо определить по данному снимку, где мы можем построить дома и посадить подсолнухи. Подсолнухи. На этом мастер-классе ребят знакомились с профессиями землеустроителя и кадастровый инженер. И, как выяснилось, только лишь грамотно обращаться со всеми приборами недостаточно, чтобы быть лучшим в этом деле. Это люди, которые умеют смотреть на территорию с разных позиций, с разных сторон. Получается, они умеют оценивать условия среды природные, условия среды хозяйственные. Они смотрят на то, как она была, что с ней было в процессе ее освоения, какие условия могут быть дальше. Оценивают все это вместе, применяют современные технологии и предлагают пути, решения, методы ее освоения. Правильные и грамотные. Помимо цифровизации и современных технологий в аграрном бизнесе, особое внимание на форуме было уделено и государственной поддержке сельхозбизнеса. По мнению студентов, благодаря государству, юные стартаперы могут быть уверены, что их дело будет развиваться. Мне нравится то, что выделяется сумма, то, что можно не бояться, можно пробовать. Не зашел один проект, берешь другой, пытаешься, пробуешь то, что тебе нравится. Есть поддержка, государство рядом, оно здесь. Форум в Пермском крае проводился уже в восьмой раз. Участники – это старшеклассники, ученики аграрных техникумов и колледжей и студенты Пермского государственного аграрно-технологического университета. Всего несколько сот человек из всех территорий края. Цель проведения форума – не просто дать молодежи определенные знания и навыки в агропромышленной сфере, но и понять, каким молодежь видит будущее российских сел. Для нас тоже немаловажно – это понять запросы молодежи. Что они видят, как они понимают перспективы своего участия в развитии сельской территории, как они видят перспективы своего участия в развитии агропромышленного комплекса, как они видят перспективы своего участия в развитии Пермского края в целом. Поэтому это определенный срез молодежного видения, понимания и осознания того, что происходит сегодня в стране. Ну а после того, как теоретические и практические знания молодежью будут получены, уже на стадии реализации своих проектов начинающие аграрии смело могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. После того, как пройдет учеба и ребята вернутся на свою родину малую, в этот момент они могут рассчитывать и на поддержку в жилье, и на ту работу, которая вообще сейчас ведется сельхозпроизводителями по созданию другого уровня жизни на селе. Вот я думаю, что на это можно смело рассчитывать. Восьмой форум сельской молодежи при Камье проходил три дня, в течение которых с ребятами была проведена работа по шести основным направлениям, в которых слушателям рассказали о современных технологиях в аграрно-промышленном комплексе, об основах ведения бизнеса и о мерах государственной поддержки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова